Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре советская ПТ-8 уровня Т-103. Данный танк премиумный, продается в боновом магазине и стоит 8000 бонов. Ну давайте по традиции сразу к броне. Заявлено во лбу корпуса 100 мм, во лбу башни 220. Давайте поподробнее. Нижний лист под углом, приведен к здесь до 150 мм. Верхний лист тоже угловатый такой и доходит до 90 мм. Верхняя его часть 121 мм. Да, пробиваются вот эти вот пулеметные гнезда, они всего лишь по 60 мм. Их спятать в принципе никак и они пробиваются очень легко. Ну зато вот подбашенное пространство здесь забронировано очень даже неплохо. Да и в него и попасть в принципе не так-то уж и просто. Все-таки под 200 мм есть в некоторых местах, в закругленных. Ну давайте к башне. Башня заявлена, как я сказал, уже 220 мм, но тут броня, мое почтение. Везде просто, везде, как ни посмотришь, тут под 300, за 300 и под 500 мм. В общем, башня танкует буквально все, но есть маленький такой лючок. Да, он маленький, но он такой высоковатый и брони в нем нету от слова совсем. 50 мм. Пробивается он всеми, но попасть в него, знаете, не так-то уж и просто. Хоть он такой высокий, но по моему личному опыту в него залетает очень редко. Все-таки стараются стрелять в корпус. Давайте борт, тоже 100 мм. Очень, кстати, хорошо, что броня именно борта 100 мм. То бишь, можно ставить ромбик, но тут нужно быть аккуратным. Видите, вот это тоже пространство, оно как бы закруглено. А тут вроде как и нету такой скулы, как у многих танков, но все равно. Закругление есть. Если вы вот ставите танк вот в бортик, выезжаете, то тут уже приведенка не 200 мм становится, а 125 мм. И пробить сюда уже довольно-таки просто. То есть бортом все равно нужно уметь танковать на этой тачке. Корма 60 мм. Башня тоже 70-69 мм. Но зато сам борт тоже бронирован очень неплохо. Тут тоже есть угол небольшой и доходит броня до 160 мм. Что тоже в борт башни пробить этот танк не так уж и просто. Ну, давайте по оборудованию. Поставился досылатель, потом прицел и усиленные приводы наводки. С оборудкой, как и на любом танке. Тут можно варьировать. Можно поставить сюда и вентиль. Можно поставить за место этого прицела, поставить слот на живучесть и воткнуть сюда даже закалку. Не смотрите, что это танк ПТ. Если треугольник не значит, что он стоит в кустах, этот танк больше смахивает на тяже. Ну, как я сказал, можно поставить вентилятор. Кому угодно. Также можно сюда и поставить и турбину за место приводов. На вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Ну, давайте пойдем к полевой модернизации. Поставил я сюда 1, 2, 2. А именно, поставил я сюда усиленную ходовую. Плюс 30% прочности ходовой и 15% сохранения скорости. Во второй слот я поставил отстройка параллакса. Всегда ставлю минус 3 к размеру кругосведения. Всегда удобнее. Ну, и в третьем я поставил плюс 2% обзора. Все-таки обзор в нашей игре очень, очень ценный ресурс. И его, ну, на танках нужно раскачивать. Ну, давайте посмотрим на его характеристики. Сравнивать я его ни с кем не буду. Танчик такой исключительный, уникальный, можно сказать. Ну, и давайте. Средний урон 440. Отличный урон. Пробитие 258. Просто отлично для ПТ 8 уровня. Данный показатель просто шикарен. Скорострельность 6,4 выстрела в минуту. Перезарядка 9. 9,3 почти. Убейный минус 8, что для советского танка это вообще отлично. Минус 8 это всегда приятно. Время сведения 2 секунды. Отлично. Разброс 0,31. Тоже замечательно. И средний урон получается 2841. Тут можно его раскачать боновыми оборудкой, пайком и так далее. Можно по 3000 вывести. Ну, вот скорость про это снаряда. Тут как бы такая посредственная. 870 летят все снаряды, что хотя бы один плюс есть, что не нужно подстраиваться к отдельному типу. Они все одинаковые. Одинаково летят не быстро. 870. Привыкать к этой ПТ-шке стоит. На дальней дистанции стрелять не всегда комфортно. По броне мы обсудили. Что нас еще интересует? Тут, конечно же, мобильность. Удельная мощность. 14 лошадок на тонну, что немного, но все равно набирает ПТ-шка свои. 40 и матерчат, что очень даже неплохо. Быстро. 12 назад. 12 назад, конечно же, тут назад, как говорится, пути нету. Налитые ПТ-шки только вперед. Скорость порта шасси. 33 градуса. Незаметность. Тут можно понять по габаритам этого танка. Она никакущая. В неподвижном 12%. В движении 8. Но я еще раз говорю. Пусть это ПТ написано. Но стоять на этой ПТ в кустах. Я не сказал, что не рекомендуется. Но чаще всего это танк как ПТ и едет просто воевать вплотную к танками. Есть, конечно, карты, которые это не позволяет. Какая-нибудь там Малиновка, Прохоровка. Ну да, там приходится постоять. Ну и поэтому нам надо стоять очень далеко. Поэтому мы светимся вообще самыми первыми. Ну и обзор 404 метра. Что, в принципе, неплохо. Да, я говорю, что там поставил еще в полевой модернизации на обзор. И получается 404 метра. Без каких-то там либо приблуд на обзор. В принципе, обзор неплохой. Ну, с ангарной частью мы закончим. Все остальное я уже покажу непосредственно в бою. Погнали. Попал я на карту Химмельсдорф. Девятка. И тут у меня есть одна позиция. На квадрате Г3. Туда я очень часто ездию. Тут можно пострелять и по ЖД. Иногда танки сюда врываются. Также можно пострелять по третьей линии. Если там танки зазевались, то можно на реакцию выехать и дать без размена. Также можно пострелять по горе. По девятой линии, когда противники впушивают по этому кольцу на нашу сторону. То мы их, в принципе, очень неплохо простреливаем. Но нужно понимать. Эта позиция играет как и в обратную сторону. То есть мы встретимся здесь с любой точки. Куда бы мы ни выехали, мы встретимся. Если впушивает гора, то нам тоже нужно быть аккуратными. Так как мы, если мы чуть-чуть дальше выезжаем, за этой вот, по этой дороге, да, то мы сразу же засвечиваемся. Поэтому нужно понимать, где именно мы засвечиваемся, все тайминги и так далее. Тут сейчас будет показан этот момент. Вот я выехал. Вроде как не засветился, все дела. Но уже сюда стреляют противники. То есть они знают, что они видели, что я здесь засветился. И знают, где я примерно стою. Нужно быть все-таки здесь поаккуратнее. А так эта позиция просто идеальная. Вы уже увидели, как она помогла нам убить 2 ЛТ. Ну и это еще не предел. В общем, позиция неплохая. Ведение точек для ведения огня здесь достаточно. Ну, давайте еще по танку поговорю. ПТ-шка данная стоит 8000 бонов. Но по факту, когда вы ее покупаете, вы покупаете еще один танк. Тяжелый. По броне эта танка еще идет и как ТТ. Любой игрок, который хоть малость понимает о механиках данной игры, он скажет, что эта ПТ, она еще и неплохо отыгрывает на роли тяжа. То есть танкует она лбом отлично. Если вы прячете нижний лист, то пробить в башню у вас очень проблематично. Туда-сюда маленечко ерзайте и попасть по вашему лючку практически нереально. Так что выгода о покупке данной ПТ вообще не идет никакой речи. Она просто стоит своего бона каждого. Потому что я говорю, она совмещает в себе две роли. Вы на ней можете как и танковать, так и наносить большое количество урона. Для нанесения большого количества урона у этой ПТ все есть. Во-первых, ДПМ очень хороший. Альфа приятнейшая. Пробитие тоже очень хорошее. Для слабого и среднего игрока подобное ПТ и вообще подобный танк просто идеален для фарма. Потому что вы очень мало пользуетесь голдой. У меня вот здесь вот голды заряжено всего лишь 10 снарядов. Чтобы я стрелял голдой на этой ПТшке, ну вообще очень редко. И то по десяткам, и то когда нужно затащить. А так она в принципе справляется на ББ вообще просто на раз-два. Так что еще раз говорю. Данная ПТшка просто предназначена, чтобы ее покупать. Да, тут как бы, я говорю, во всем, во всех танках есть свои минусы. У этой тачки они тоже есть. И это не только внешний вид. Да, наверное, любой игрок скажет, что эта ПТ в принципе уродливая. Да, так оно и есть. Но не нужно этого бояться. Как бы, я в прошлом видео сказал, что не всегда уродливый, значит плохой. Данная ПТшка не про это. Все-таки к ее такому нестандартному внешнему виду можно привыкнуть. А вот чего вам стоит бояться, так именно ее размеров. То есть спрятать данную ПТ очень проблематично. На открытых картах она своей плохой маскировке очень легко светится. И попасть в нее, как бы, она просто, ну, огромная. Тут уж нечего сказать, она огромная. И попадает в нее часто. Но, как бы, я говорю, пробить ее не всегда получается. Но, как говорится, если вы стоите на открытой позиции, то вот, например, просто раз на раз. Ну, да, это был девятый уровень, но все равно, был бы и восьмеркой, и нас пробили бы в корпус все равно. Но, еще раз повторюсь, что эта ПТ, как бы, не предразумевает того, что на ней должен игрок играть прям со сверхразумом. Нет, эта ПТ просто легка в обращении. Несколько боев сыграли, поняли ее принцип, и можете наносить большую, просто большие цифры урона. Ну, что неприятно, да, когда вы даете по тяжу девятого уровня просто 530 единиц. Да, иногда выпадает и 380, и 370, и 400, но иногда и такие вот цифры. В общем, танк, рекомендую. Покупайте, не пожалеете. Ну, а данный бой закончился. И, кстати, нафармил я в этом бою без према 126 тысяч. То есть коэффициент фарма хороший. Ну, вот такой бой. Всем спасибо. Всем пока.